всем привет друзья сегодня у нас шикарная погода на улице у нас 25 ноября и как вы уже догадались мы сегодня отправляемся на покатушке многие люди из америки делают видео как заработать где устроиться и тому подобное но сегодня я решил сделать такой ролик и рассказать как же мы проводим досуги и в данном случае у нас два гидроцикла которые дарят просто охеретительные эмоции и я думаю она ну реально того стоит мы сейчас находимся в городе тампа штат флорида и сегодня будем их выводить на покатушке я думаю мы проведем классное время давайте посмотрим как это пройдет видео скорее всего будет длинная так что наслаждайтесь просмотром не переключайте канал и погнали решил поздороваться в общем план сейчас такой у меня два джатский так это называется на английском джатский данном случае гидроциклы я беру сразу два почему ну потому что у меня друг приезжает будем кататься на обоих на одном у меня 170 лошадок на другом у меня 130 извиняюсь здесь 130 лошадок она идет с аудиосистемой здесь 170 лошадок эта машинка намного мощнее больше фана больше драйва больше скорости немного буквально 5 миль час буквально больше чем чем 130 сразу хочу рассказать то что я их брал 2022 году немного как вы уже заметили я их покоцал почему ну потому что я оставлял их прямо в причале в марина так это у нас называется они там стояли и буквально ну ну 45 месяцев я их особо не обслуживал но сейчас забрал их с с и марины марина это скорее всего будет причал я не знаю ну то скорее всего это будет я забыл это слово на русском ну в общем вы поняли я арендую место в охраняемой зоне где ты можешь запарковать свои свои гидроциклы и конечно же ты за это платишь грубо говоря берешь место в аренду в общем такие две красотки будем сегодня выезжать кататься первый раз скорее всего буду кататься не в первый раз извиняюсь уже уже катался в соленой воде но нашел очень-очень такое спокойное местечко где вид но просто где где вода ну просто спокойно вот это вот кстати я сразу же закручу пока еще не забыл чтобы потом у меня не было проблем тоже закручу и мы вроде все готовы потом конечно же надо будет это все помыть умыть систему тоже промыть отсюда вот у меня там шланги все есть погнали сейчас конечно же сейчас я сейчас у нас 12 33 дня мне надо будет немного перекусить за еду на драйкеру возьму себе чего-нибудь поесть и по ходу дела уже будем направляться дальше конечно же еще надо их за про ну в общем выдвигаемся я по дороге себе возьму чего-нибудь поесть так телефон и не взял телефон есть телефон я взял извиняюсь за бардак конечно же надо здесь убраться так давайте посмотрим куда нам ехать так мог и все знаю я сейчас я в городе тампе уже живу 2 ой 2 месяца извиняюсь только что хотел сказать два года живу уже два месяца приблизительно уже знаю все как тут работает где что находится сейчас едем в энди взять себе гамбургеров на дорожку может быть еще каких-нибудь снеков возьмем это все и будем уже направляться в сторону в сторону этого пляжа где можно будет закидывать чатский и и уже конечно как говорится уже кататься вот так вот мы проводим досуг когда есть время на себя на отдых когда можно будет ну когда можно отдохнуть от работы как говорится каждый проводит время по-разному лично для меня я очень люблю экстрим драйв вот это все он у меня меня очень заманивает тем более что когда у тебя гидроциклы такие хорошие ну и в принципе не слабенький 170 очень слабенький драйва драйва получается не мало как говорится ну и в общем посмотрим как сегодня пойдут наши покатушки солнца на улице надо будет конечно же намазаться с песом немного закрыться как говорится чтобы совсем не сгореть и уже скидывать их на воду давай ну ладно но он первый был я не знаю чё он чего не захотел скажем спасибо все равно я помню один раз катался на чатский в этом году феврале сейчас у нас ноябрь я когда их только-только купил я правда их купил в том году где-то в августе но забрал их только феврале получается в этом году они просто в дележской лежали и вот поехал я из чикаго прямо в тампу своим другом сергеем покатались мы там как следует и и когда катались мы буквально были совсем недалеко от дельфинов то есть наблюдали дельфинов они прям совсем недалеко иногда даже подплывают что очень очень круто лично для меня дельфины такой прям символическое животное которое ну на самом деле радует глаз и при виде дельфина прям прям какой-то какой-то особенный момент для меня всегда по крайней мере так ощущается сейчас заеду в день вендис как здесь они говорят хороший у них гамбургеры прям мясо такое свежее и такое сочное и прям вкусное вкусное насколько помню это называется котлеты пиарис у них эти пиарис очень-очень прям хорошего качества сейчас зарядим телефончик я помню когда в первый раз заезжал с трейлером как вы видите у меня сзади трейлер с двумя гидроциклами когда первый раз заезжал на драйверу было немного щикотно на самом деле сейчас уже не боюсь могу заехать куда угодно самое главное мне кажется в этом случае просто не паниковать я к этому уже как-то привык и если вы не паникуете то и в принципе движущие движущиеся рядом автомобили они тоже адекватно кому относятся как только вы начинаете паниковать и делать какие-нибудь ошибки тогда и конечно же все остальные тоже будут недовольны так что самое главное не паниковать подъезжаем так я возьму скорее всего 1 но если я вам а энергия а канага номер 1 стойкл но надеяны и надеяны бухгалки на децептраке хорошо... да они еды что ли на что ни о иниски и ничего не дыряны бухгалки на децептраке И могу я поймать с большим, хайсом, оранжевым огнем, пожалуйста? Это будет всё. Спасибо. В принципе, я нигде не буду останавливаться, прям по дороге поем. И буду направляться нам ехать где-то 30-40 минут. Конечно же, ещё надо заправиться, так что сейчас ещё по ходу дела поеду, заправлюсь. Кстати, надо будет поставить сразу, посмотреть, как он меня возьмёт туда. Флоридские копы. Опа-ля, есть. То есть, заедем прямо вот сюда, вот в тенёчек, скорее всего. Возьмём карточку и погнали заправлять. Как говорится, любишь кайфовать, любишь отдыхать, надо за это и платить. Так что... Сейчас он у меня спросит зип-код. А, не, не спросил. Отлично. 93-го. Надеюсь, премиум здесь есть. Есть, премиум. Отлично, пошёл. Пошло дело. Пока подготовим второй. Сейчас, конечно же, на... На бензий. Придётся потратиться прям хорошенько так. Посмотрим, сколько это у меня всё станет. Я сегодня, кстати, ещё потратился на... Такие вот штучки, которыми я буду сегодня мыть гидроциклы. 100 долларов пришлось потратиться на... На такие вот средства, чтобы... Избавиться от соли. И чтобы это всё не поедало коррозией. Так, 7 галлонов уже внутри. Каждый гидроцикл у меня берёт 15 галлонов. Может быть, чуть... Вау. Может быть, чуть меньше. Вау, надо же. Погодите, я шутаю. Я, насколько помню, у меня 15 галлонов. Но как так? Чуть-чуть ещё дольём. Блин, ну если у меня здесь 10 галлонов... Я не знаю, в документации написано 15 галлонов, но... Он взял всего лишь 8 галлонов. Странно. Хм. Есть, всё, полный. 8-9 галлонов получается. А, ну хотя он же был... Не совсем пустой, точно. Вот этот вот был. Прям... Прям пустой, пустой. Давайте посмотрим. Так. Давайте быстренько убедимся, что... Он у нас полный. Это у меня так включается. Сразу показывает. У нас полный баг, 59 часов. Ого! Что это болтается-то? Странно. Вот это, конечно же... Новость. Никогда не знаю, что это болтается. В общем, полный баг. Как раз то, что нам надо. Вот здесь у меня, кстати, есть... Эти... Как его? Fear taggy. Если у меня джетские украдут, то я могу выследить, где находится мой скутер. Этот закрываем. 16 галлонов. 8 уже внутри получается. 64 доллара. Давайте посмотрим. 17 галлонов, 18 галлонов. Сюда зашло уже больше. О, 18 галлонов. Сюда зашло 10 галлонов точно. Чуть-чуть еще докинем. Потому что сегодня, скорее всего, кататься будет много. Ой-ой-ой-ой. Главное не запачкать. Потихонечку. Отлично. 72 доллара. Вообще неплохо. Ну, вообще неплохо, на самом деле. 72 доллара. Давайте убедимся. Все ли тут на месте. Полный бак. 67 часов. Все. Отлично. Погнали. Ну, привет, соучастники. Не ожидал, конечно, что так будет ветряно сегодня. Но, как вы видите, выбрался провести хороший досуг. Сегодня немного ветряно. Но, если мы поедем за этот мост, там, конечно, такая тишка стоит, что просто ебет. Сегодня решил покататься на своих двух любимых кидроциклах. Техосмотр прошел, так, приблизительно уже посмотрел, что да как. Сейчас уже будем подготавливать машину для заброса. Обязательно надо проверить, чтобы вот эти вот клапаны, они были закрыты. О, да, берем эту тоже. Отсоединяем, как говорится. Главное, не застрять. Надеюсь, я не застряну. У меня, кстати, нет якоря. Что, конечно же, минус. Я не смогу оставить. Да, это не так-то и легко оказывается, как это казалось. Я же могу остаться в воде. Так, ну, как вы видите, я уже полностью в воде. Я надеюсь, здесь не застряну. У меня, хотя колесо уже пошло под... У меня колесо уже пошло под... Под песок. Это, конечно, блин, будет нелегко. Такое себе. Не скину тело, я не знаю, куда я его буду скидывать. Ну, давай попробуем. Да, рискованно, конечно же. Не двигается, нет? Не двигается. Чуть-чуть поглубже надо. Не двигается. Вон там он вот не двигается. Так что надо будет еще немного поглубже заехать. Самое главное, чтобы я потом выехал. Это, конечно, будет вообще смешно, если я застряну. Сейчас, конечно, очень щикотно и страхово. Но что ж поделать придется, раз уж приехал. Так, выключим машину на всякий случай. Этого, я надеюсь, будет достаточно. Давайте попробуем толкануть. Не, нифига. Ну ладно. Раз уж не хочешь, будем делать тогда иначе. Иначе. Да. Вон туда уже вода заливает. Этте, конечно же, блин, не картошку собирать. Есть, пошла. Идет. Маленько. Мы должны обязательно пристегнуть вот сюда вот. Так вот. О. Да, здесь, конечно же, мелко. Ну, с Богом. Как говорится. Не, не идет. Не идет. Придется выталкивать. Можно было бы, в принципе, сразу так и толкнуть. А не париться, как я. Так, мне теперь самое главное, надо его припарковать куда-нибудь, чтобы я мог. Вот у него есть якорь, а у меня его нет. Так что я не знаю, что делать. Как я его припаркую, без понятия пока. Так, оттолкнемся маленько и попробуем сейчас. Да, тут еще, конечно же, есть водоросли. Что не совсем круто. Ого. Водорослей-то тут немало. И глубина тут совсем просто капец. Не, засосать эти водоросли я не хочу. Вы, как понимаете, детские вообще работают по мере засоса воды. И вместе с водой она, конечно же, может засосать и эти водоросли. Что не совсем хорошо. О, вот здесь вот вода уже начинается хорошая. Именно поэтому нужно знать, где ездить и стараться избегать вот таких вот водорослей. Так. Что это? А. Спорт-мод поставим. На спорт-режим поставим. И попробуем прокатиться маленько. А потом надо будет припарковать. И уже, конечно же, идти дальше. залетаем под мост. И тут вода должна быть намного лучше. Сейчас убедимся в этом. вон там мужики рыбачивают. Здесь уже трафик. Ой, какая красота. А.